Всем привет подписчики и зрители канала, действительно ролик на очень узкую категорию, но я об этом не могу не сказать, потому что сам пользуюсь товаром и вы сами знаете, что то чем пользуюсь я интересно мне конечно же и как я считаю, мои мысли могут быть интересны и вам. Речь пойдет о квадрокоптере DJI Phantom 4 Pro. Кто не в курсе, не знает у кого есть коптер, но вообще не следит за ценой, что происходит на теневой стороне квадрокоптеров, либо кто хочет покупать себе коптер, вещаю для вас. Совсем недавно вышел DJI Super Patcher, суть которого заключается в том, что наконец-то сняли ограничения полета. Теперь на квадрокоптере можно взлетать не только на 500 метров, а на сколько душе угодно. Я поднимался на высоту 2 километра, там где само собой не летает никакая авиация и где нет вероятности столкнуться с кем-то, либо она есть только с птицей. В общем, поснимать какие-то красивые, получить какие-то красивые кадры из-за облаков теперь стало вполне реально. Раньше я использовал квадрокоптер DJI GoPro Karma, и на карме я поднимался на высоту 1,2 километра. Если облачность высокая, за облаками кадры получаются фантастические. Хотите посмотреть, как это выглядит? У меня есть съемки с квадрокоптера, которые никому не интересны. Они есть и на этом, и на лайв-канале. Действительно годны. Также DJI Super Patcher на некоторых версиях DJI Phantom 4 Pro разблокирует FCC работу на частоте 5,2 ГГц, не на 2,4 ГГц, а на стоке 5,2 ГГц. В стоке в России запустить 5,2 ГГц невозможно. Нужно только обманывать GPS, чтобы квадрокоптер думал, что он находится не в России. Так вот, теперь при помощи этого патча можно летать дальше. Сигнал, например, в том же самом чистом поле будет лучше. А если мы говорим о полетах в городских условиях, здесь и появляется разница между 2,4 и 5,2. Потому что 2,4 засран весь город всякими Wi-Fi роутерами, а 5,2 не настолько распространена. 2,4 бывают еще и рации и прочее. Также патчерка стулса и аккумуляторов. Теперь вроде бы как аккумуляторы стали еще более интеллектуальны, еще более интеллектуально разряжаются и заряжаются. И в режим хранения переходят правильнее. В общем, совокупность всех этих преимуществ показывает нам, что DJI Phantom 4 Pro еще не стоит списывать со счетов. Это очень неплохой продукт, неплохой боец. Теперь рекомендация лично от меня. После установки этого суперпатчера я все аккумуляторы, которые у меня были, зарядил до 100%, а аккумулятор, который был в квадрокоптере, не стал заряжать до 100%. У него был процент зарядки порядка 30%. Поставил DJI SuperPatcher, все великолепно. Посмотрел, да, работает. И аккумулятор так у меня и остался 30%. Все остальные аккумуляторы я в квадрокоптер засунул, высунул, чтобы они обновились. Зашел в настройки, поставил сам разряд через 3 дня. И что вы думаете? Спустя пару недель я проверяю все свои аккумуляторы. Они действительно разрядились все процентов до 55-60%, а тот, который был в квадрокоптере, до 0%. Мои предположения ничем не обоснованы, только лишь предположения. Думается мне, что почему-то квадрокоптер посчитал эти самые 30% остаточного заряда аккумулятора за 100% из-за вот так называемого взлома. Ну и, соответственно, 30-60, минус 30. Просто когда аккумулятор дошел до 0, получился сам разряд. И аккумулятор в данный момент можно выбросить на помойку. Он вот там стоит. Сейчас покажу. Я уже купил контроллер для того, чтобы его прошить. Я уже нашел вроде бы как инструкцию, которая применима именно к такому типу аккумуляторов. Поэтому, если все получится, я обязательно выпущу еще один ролик. Но вот он абсолютно мертв. Для тех, кто не знает, зарядить этот аккумулятор путем его разборки и подцепить плюс и минус какого-нибудь iMax не получится, потому что аккумулятор-то вы зарядите. Но контроллер у аккумулятора в DJI блокируется, когда емкость аккумулятора становится критичной. Почему так происходит и зачем так делают, как объясняет сама компания DJI, это своего рода гарантия вам, что в полете аккумулятор у вас не вырубится и квадрокоптер не разобьется. Безусловно, даже если этот аккумулятор мне удастся починить, что на самом деле, учитывая мою криворукость, я сильно сомневаюсь, летать на нем на какие-то дальние расстояния использовать профессионально, бессмысленно. Потому что сейчас он в глубочайшем разряде. Прям вот в глубочайшем-глубочайшем. Квадрокоптер даже заряженные банки не воспринимают. Они сейчас заряжены, контроллер залочен, нужно разлачивать контроллер, нужно припаиваться. В общем, такая вот от меня история. Просто я об этом никакой информации не видел, ни о DJI SuperPatch, ни о зависимости с аккумуляторами. Но об этом должен был вас предупредить, да и думается мне, что те, кто летают на официальных прошивках, продолжают летать и дальше, возможно, вообще не следя за сценой. А ссылку на GitHub с DJI SuperPatch вы найдете, конечно же, в описании. Всем спасибо, друзья мои, подписывайтесь. Напишите, на ком квадрокоптер летаете вы, и зачем вы вообще летаете. Может, вы работаете, либо просто по кайфу. Мне интересно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok